снова я ну что наверное уже по обстановке понятно но немножко другой мой учусь и наш лампан открывает значит не мне значит я очутился уже в Минске сегодня мне предстоит видеть но я буду пробовать успеть к этому самому наркологу до восьми часов но не пугайтесь это в процессе так сказать этой медицинской комиссии перед работой потом детали расскажу короче сам этот нарколог находится где-то на проспекте газеты звезда и это получается мне надо туда ехать вот поедем за одной поснимаем вам немного города Минска по дороге так ну газета звезда это конечно сейчас далековато сейчас время 17 где-то 50 а работают наркологи там до восьми так вот посмотрим успею я или не успею видите тут у нас на Червенском уже такой торговый дом какой-то построили называется Червенский ну и я получается поеду сейчас в сторону из сутокультуры там на звездорожную но я буду вам периодически что-нибудь показывать видите вел дорожка отличная меня полностью устраивает ни одного пешехода на ней тут долго придется стоять на красном поэтому объедем никаких проблем погодка сегодня отличная солнышко жарища можно купаться только что велосипед непривычный руль длинный сидишь высоко не очень-то и удобно видите не пропускает никто Минск а чё тебя пропускать так а как тут дорога вообще идет ладно дорога то понятно тут он через сплошные ахо колец каких-то наделали ну ладно так вот за этим Червенским видите тут тоже развязочка такая но потом может назад буду ехать покажу детальные так а мне надо ой совсем я что-то наверно не по правилам еду ну ладно мне надо на налево наверное как-то будет проскочить а вот тут возьмем поскочим все о теперь отлично суть под мостом с этой стороны можно проходить и это радует так ладно но тут наверное ничего интересного буду просто ехать таймлапс не не приспособлено но в Америке под таймлапс и ничего там не сильно-то и заснимешь надо думать как это все сделать и как успеть к наркологу все пока еду на институт культуры так там прямо проезда не будет ну там надо через пешеходный поэтому проскочим вот тут и поедем в сторону вокзала кстати если кто не знал вот это вот здание это одно из зданий национального банка Республики Беларусь а там вон уже начинается вокзал и торговый центр но не помню как он называется смотрите ну в Минске так бойко да движение идет это хорошо молодцы ладно ждем пока загорится красный человечек стою жду а кнопку то не нажал сейчас нажали посмотрим чувствую второй цикл она загорелась опять тачки поехали ну что ж такое в Минске походу надо больше стоять на светофорах чем ехать пока вроде я на первый допустил потому что там хулиганский ехал как будто мы в столбцах ладно дождемся пока загорится так ну что подгоняем к вокзалчику надо аккуратнее быть людей кстати да непривычно больше чем там где я и привык ездить по своим этим самым о велики кто-то катит так и мне сейчас надо левее уходить тогда ближе к титулу но дороги я вам хочу сказать по качеству вот тротуар тут зато безопасно ты можешь рассекать смотрите пешеходы идут по своим только им известным траекториям так это у нас минск сити молл ого эти телек какой большой круто титул там гостиница хамптон бай хилтон так а мне куда надо короче я посмотрю или если мне там быстрее загорится мне он туда надо я думаю что тут мне вот так вот вдоль надо ехать так немного не по своему маршруту пошел сейчас расскажу почему но в принципе выйдем куда надо так сейчас поедем вот тут и на железнодорог а кстати так мы же можем сразу и по проспекту дежинского поехать не поедем так как я задумал ну то есть не как я а так как organic maps говорит а он обычно говорит правду вот так мы и поедем вот тут где-то а он только на тот светофор заскочен оп а я расскажу сейчас камуху ну не камуху Минск оригинальный город сейчас дождемся пока тут загорится и поедем вон туда прямо так минутка стори тейлинга стою я там короче на светофоре жду женщина какая-то подходит с одним пакетом большим тяжелым говорит а вы не могли бы довезти подвезти я говорю так видите у меня нету даже ни багажника ничего она такая ну а на раму если а на раму если повесить что рама поломается я говорю не рама не поломается ехать будет неудобно сам себе стою думаю что я вам буду рассказывать если ничего не сделаю я говорю давайте я же привык летом по одной рукой крутишь во второй руке мусора вывозишь все взял этот пакет а у нее там 7 килограмм персиков она говорит продавали этот самый продавали на комаровке 7 килограмм ну там наверно с какими-то дефектами персиков по цене 5 рублей сколько стоит килограмм можете посчитать сами ну и я метров не знаю сколько может метров 500 довез я эти фрукты прям до подъезда чтобы она вообще-то была довольная она мне сказала спасибо даже хотела угостить я говорю не 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 надо ехать вот такой историй что у нас есть когда мало непонятно ладно еду так получается мы по московски проскочили и сейчас выскочили уже конститут культуры видите мост тут уже починили и даже по моему перроны назад вернули или там проходы открыли это надо уточнять о кукушечка гоняет во всю мощь ну что сейчас и мы на перегонке с троллейбусом покатаемся с этим электробусом как он быстро интересно будет газовать а у него сейчас красный свет и все он проиграл заведомо я и у меня красный и я проиграл ладно короче дальше мне по железнодорожный электробус удалось опередить а дальше под горку он конечно крепко идет от поля 50C посмотрим удастся ли еще где-то догнать так ну что медленно но верно мы продвигаемся по железнодорожной электробус тот у нас удрал основательно так так тут проезд под мостом этим тоже сделали вроде да сделали ой тут даже какое-то подобие велодорожки смотрите опа ну вот такое а велосипеды вот тут опа кнопочки нажать нигде нету ну ладно подождем подождем долговастенько пришлось ждать ну ладно надо же проверить что тут за его дорожка как в ней ехать ну я вам хочу сказать ну чё так ну чё вам не нравится а зеленый видите одновременно то есть если на велике зеленые там и там то я успел а если бы не на велике то не успел бы так а тут что а тут видите остановка придется вот так обезжать ну ладно так вот 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 что он терялась с медистки надо мне себе купить такие шорты модные как думаете вон там и кроссовки модные и повязка ладно буду залипать сам так там вон по моей стороне маленечко кипячок что-то роет поэтому я поеду сюда придется немного покорчиться вапс там тоже загорожено ну ладно там хотя бы наверное есть где обскакать интересно на стил сделали или просто из земли понятно говорится просто по земле отвратительно отвратительная дорога так тут тачки из заправки вообще не смотрят выпуливаются правильно ему надо вперед туда но не вперед налево смотреть ну ладно все тут пока понятно все спокойно крутим ого смотрите что это тут за все царица какая-то понимаете новая домина ее никогда не было обычно пролетаешь автопарк там и это вот красота а это белгослес была фирма чем она занимается чем может заниматься белгослес в центре города Винска ну не в центре но совсем не в лесу непонятно так ну что все мне пока надо дуть прямо 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 я вот думаю мне на тот проспект но проспект газеты звезда ой или правда он же сам запутался ладно ладно пока снимаю короче он за проспектом Держинска вот там наверное надо сейчас тогда уйти под мост потому что там навряд ли будет какой-то наземный переход мне так кажется да да его там 100% не будет тем более я же специалист по полям и болотам а не по вот таким вот этим самым так а а есть тут не ну там велосипедист поехал ладно так что будем будем ехать по светофорам там зеленый заканчивается значит значит поедут да тут зеленый начнется солнышко жарит о тетя нажала на кнопочку спасибо ей попросить песика нажать о все зеленый тут он был едем вот 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 такие переезды совсем не алек да все а еду туда под мост вот вот велосипедисты вот 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 о ого какой да зачем столько пустого пространства ну и что получается все едем прямо 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 и там налево там будет наш этот самый проспект это газеты или правды или там короче газета была или звезда или правда пропустят 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 а тут давайте чек вот вот так быстренько едут но пропустят пропустят но мерседес хотел пропускать так 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 ну что вот вот уточнил уточнил точный посмотрел точный адрес газета это правда 26 вот наверное корпус 2 это сразу за торговым домом на Немиге вот такой у них шаурмавский лихит так ну что запестируем как-то съезд офигенный отвратительный два отвратительных съезда короче если кто-то известных чиновников смотрит плохо ну сами видели не заехать не это не съехать на скорости так а вот он и универсал Волгоград по-моему а нет это Санта это не бывший Волгоград хотя я уже и не помню видите это щитка 20 а нам надо 26 так поедем тогда вот так мимо пищевого рынка а может это он и был Волгоград не он выглядел совсем по-другому ладно сейчас как-нибудь мимо людей проскочим видите как пригодились навыки маневрирования по полям плохо и это плохой заворотик был высотки красивые так ладно едем пока ну что до Кермаша доехал и получается где-то вон напротив тех зеленых домиков направо надо будет о ну и зеленый и это хорошо не одобряем вхождение по велодорожке а ну там малая была на этом самом на средстве персональной мобильности тогда одобряем да это был у нее сам Волгоград это мне что-то показалось что он за торговым домом на немеге видите сейчас сидим такой красивый ого какие тут маневры приходится делать так ну что но оно вот это розовое похоже оно на какую-то на не знаю по мне похоже на наркологическое что-то но похоже это вот это а ну а ну очередь здравоохранения Минский городской клинический наркологический центр о нашел все мне туда так ну что время захода в эту штуку было 18.40 электронная очередь не работала по живой третье окошко отдал паспорт куда на осмотр на профосмотр выдались бумажку говорят третий кабинет это первое окошко короче третий кабинет зашел говорю вы нарколог то все он сразу ничего не спрашиваешь там написано что на учете не состою и все и 18 сколько 18.48 я вышел ну короче на все про все 10 минут спросил еще правда у них ничего не сделать все в одном месте у женщины в окошке а то в разные стороны гонять ничего не ответила мужики в очереди говорят гремучая смесь получится вот и сейчас сам себе думаю до 8 часов еще и это психи работают я сейчас успею еще и туда а если не снимать то точно не успею сейчас посмотрю по органик мэпс сколько туда ехать так органик мэпс говорит 13 километров 42 минуты ехать проверим его но время смотрите 18 50 закрыть я успею ну тогда уже не буду наверное снимать держитесь левее затем поверните налево ой слышите не знаю не слышите а то он мне подсказывал куда держаться и как куда поворачивать он кстати работает даже в ну в режиме свернутом навигатор это прикольная функция ну что попробуем успеть заодно я его проверим но я буду чуть быстрее ехать ну давайте пусть подсказывает ух ну что судя по моему румянцу я успел даже успел немножко раньше сейчас покажу сколько времени ну это же то смотрите все три все три ух упалился ну что пойдем попробуем получить время 19.34 но на месте все идем все 19 часов 40 минут посещение психиатра окончено короче самое долгое но оно вообще не долго людей потому что нету если кому надо приезжайте вот на флажке к 8 или может быть это мне так повезло ну короче возле окон где выдаешь паспорт процедура одинаковая отдаешь паспорт специально обученный человек из паспорта вносит твои данные почему-то вносит почему они там не внесены я уже проходил когда-то вот вносит твои данные печатает бланк тебе этой справки ты получаешь бланк этой справки идешь ну здесь у психиатра я пошел в 10 кабинет все и на этом the end и там она я говорю здрасьте у психиатра она даже ничего не ответила просто взяла бумажку шлеп кругленькую квадратненькую отпечатки и все можно ехать назад домой реакции успел блин тут прикольно там так получается просто как в городе ничего такого нету а здесь вон видите парк короче чтобы нервишки подуспокоить да такой хвойный это мне нравится тут наверное даже какие-то зоны управления гневом нет это не зоны управления гневом это просто курилки но прогулочная вот такая вау а я не говорю тут небо ну вот я никогда не заходил сюда за территорию видите пожалуйста плиточки можно посчитать кто любит даже есть подозрение что ну там а не это тропинка наверно так чисто по большому кругу походить тут травичкой заросло никто на тренажеры не ходит странно а тут смотрите цун 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 короче нормальное место если что специально обученные люди еще и этот самый и нервишки подлячит пахнет курят паразиты только съест почему не предусмотрели приходится вот такие вот исполнять эти самые а тут наверное прачечная какая-то вот еще какие-то за заборами дома но это я не знаю это наверное тут уже где прям профилактикой занимаются видите а может и не прачечная какая-то жалебная так ладно выехать тут есть где о выйду вон через ворота все минский клинический центр вти ух ё-моё вти сейчас покажу хорошо мне не пришлось через парадную выезжать вти вти непонятно написано о а там тоже парки втизио пульмонологии о смотрите короче пульмонология это я не знаю что такое здесь даже смотрите даже яблонь какая-то есть или абрикосики кто знает что за втизио пульмонология напишите в комментариях а то лень гуглить только коротко своими словами кстати назад ехать было ой как сложно почему потому что ветер прямо прямо в этот ой что-то спился плетел сложно было потому что ветер прямо в этот самый прям я не знаю аж сносило и это очень сильно замедлило скорость и велосипед непривычный он такой вот и вся история вот вот и не зря вечерочек можно сказать и прокатал так а вот тут смотрите моя мамы и Алены любимый магазин они должны знать вот да каравай 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 они тут любили всякие тортики когда собирались вместе закупать у а ничего себе смотрите какой закат солнце прям такое мощнейшее а ну ну дайте я выйду в нормальное о ну такое цвет конечно очень интересный я бы сказал что какой-то странный потому что такой прям зарево ну потому что этот город он у меня то там в полях все ярко классно а здесь город он пыли накидал он оно все и расплывается сейчас попробую как-нибудь более аккуратно подснять машины вроде не едут нигде вау чудесно что я все успел а то я думал уже ну все не я знал что я успею но я думал одну одну эту самую одну на сегодня вторую на завтра так как же мне его подснять нормально ладно такая еще проедусь кстати отличная штука youtube канал заводите все ну как бы подписки это ладно но вот как бы я и поехал и сделал и ролик записал и в принципе не сильно то оно мне и мешало и это такой классный видео поиск потом кто-нибудь загуглит там ставка как долго еще что то я не знаю как я назову так и все так и все и будет и будет знать что можно все за разок для конкретной даты проскочить а я сравню потом по воспоминаниям и по видео как было и как стало мне кажется ничего не поменялось уже первый раз когда я получал эту справку было все именно так же но только нарколог где-то поближе был к нему но не так далеко вот и всех нюансов вот смотрите огромнейшее солнце меня немножко притемнил да и этот самый закат так а тут я проезжаю мимо универмага Беларусь кстати вечером он без подсветки смотрится ну так себе в принципе как и гостиницу турист тоже ничего такого сверхъестественного а тут что-то меняют плитка все ай короче какой-то бесконечный ремонт вот только что классно это солнце вон вообще огромное просто невероятно огромное какие-то статуи желтые блакитные что бы это могло значить непонятно какие-то может быть отсылочки к чему-то или что бы не ну солнце просто я никогда не вижу таких больших закатов это такая иллюзия ты думаешь я к нему подъезжаю но ближе ты же к нему не становишься вот тут смотрите призма новый какой-то центр тоже с большим телеком футбик на нем хорошо смотреть наверное будет а вот это ракурс вот так еще хоть с него ближе а вот это зумишься ну вот оно чтобы вы понимали оно реально огромное все все ближе уже нельзя вот такое вот сегодня офигенское солнце а супер о молодец присел не попасть в кадр а вот но так трамвай ну что погоняемся на перегонки с троечкой трамвай троечка обгонит меня или нет я поеду прямо вдоль леска хотя он тут не дает такого классного запаха как у меня в столбцах потому что тут еще машины поддают во-первых а во-вторых заводы поддают троечка походу решила вырваться вперед капитально все она уже стартанула нам уже ее не догнать хотя ну а не ничего так тут возле леска давай троечка подожми не перегнать там ее или перегнать сейчас отключим камеру троечку маленько задерживают установки и светофоры видите я ее опережаю за одно кроющим давай 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 РАУРГА Тут очень удобный песок дороги Боюсь, чтобы на меня не выплюнуло Не знаю, вы что делаете Может на троечке? На троечке еще потренироваться Хороший крутил Молодец А тут возле Над железной дорогой Как ехать туда На Долгобродскую По Долгобродской Или по Козлово Забываю все время Видите, мост чинит одну половину Уже практически укатали Тем самым Видите, там столько коммуникаций Надо сейчас думать Хотя, зачем мне туда? Ну, сейчас туда чуть-чуть прокачусь Думать, как туда перебраться На ту сторону Проход везде закрыт Ну и будете знать вы Что одну сторону ремонтируется Ну что, проскочил Как-то интересно Они тут все забетонировали Потом заливают смолой А потом на нее еще раскатывают какие-то штуки Все Например, вот такая технология Все И дальше я без никого Спокойно кон Turner смогу ехать ни одной машины я властелин двухполос этой дороге дедушка с теннисной ракеткой тоже спросил можно ли там проехать на я не успел ему ответить на этом велосипеде сложнее без рук ехать как-то непривычно машин же тут не будет они только он там возле этого корпуса богову появится разрыв которые они могут заезжать разворачиваться и вот те территории завода могут удержать ну а классно тут классно ехать мне нравится немного отдохнуть от этих гонок за справками мы уже так ветерочек вечерний поддувает прохладненько надо уже скоро закругляться и ехать домой закрутился замотался встречу парней на районе немного поговорили и вот уже запоздно возвращаюсь назад видите немного вам пальмового настроения все еду домой ну что оказывается по минску тоже можно нормально допоздна кататься все я уже видите у меня тут есть магазинчик палац называется все я уже мимо его еду в неоновой подсветке все считаем что задачку на сегодня я выполнил и можно до завтра с вами покращаться так что все не хулиганьте пока